всем привет сегодня хочу снять немножко необычный обзор связался со мной один человек в контакте зовут его александр ну всего разрешения я оставлю там ссылки у него тоже есть канал на youtube и в контакте он есть посмотрим что никакие ссылки в описании я оставлю ну и суть в том что у него тоже есть корветовский станок 74 и он там немножко экспериментирует с его охлаждением у него есть 3d принтер и он решил на 3d принтере напечатать новую крыльчатку на него вместо заводской причем для печати он использует не покупные стержни ну этот пластик делает его самодельный для этого используют бутылки пластиковые то есть сам нарезает их на эту же там ссылку сброшенные видео там нарезает эту бутылку переделывает нарезанные ленты в стержень наматывает и как бы печатает из этого сейчас покажу это вот напечатанная им крыльчатка получается то что он ее сам спроектировал сам ее нарисовал чертеже она у него в отличие от стандартный как бы лопасти имеют загиб как на турбине и когда она вот так вот крутится как двигатель должен кулиться она захватывает и кидает назад ну по идее так должно быть правда он мне выслал аж три штуки на 76 не знаю без запасом таким и еще я ему размеры сказал на 71 и он мне даже вот на 71 напечатал там немножко отличается он там крепление на винт и чтобы на винт можно было крепить тут лопасти поменьше получается сам по себе вот этот пластик из бутылки я думал он будет такой знаете какой-то мягенький но он довольно таки жесткий получается чем-то напоминает стекло наверное такой пластик получается жесткий он в руках никак такое что-то мягкое ну не знаю посмотрим и на одной вот здесь у него видите сквозное отверстие просто да здесь вал с лыской за счет как бы лыски держится и с ограничителем где не видно да тут там то есть бортик внутри ну видимо чтобы до конца не садилась тут вот так вот снята фаска это но я когда разберу увидите там болты торчат у двигателя и чтобы за болты не цеплялась вот эти фаска снимается это и на заводской также сделано вот если включить заводской крюльчаткой сейчас посмотрим вот она разряжение создает вот если приложить бумажку она заводской крюльчаткой видно что я на ней всасывает и выдувает сейчас посмотрим как это работает родная крюльчатка она прямая так вот страшненько выглядит пластик здесь мягкий используется наверное такой должен быть просто лопасти во время работы получается эти лопасти они просто раскидывают воздух в разные стороны за счет того что есть как труба воздуху деваться некуда он начинает выдуваться наружу а здесь получается присос ну получается работает как стружка от соси улитка например она также там работает тоже лопасти крутятся и в разные стороны бросают воздух они они так что как вентилятор всасывает а здесь уже получается как на турбине уже есть загиб по идее ну и лопасти намного больше но самое главное посмотрим сядет не сядет 3d печать я знаю усадку дает здесь на валу есть лыска никак он не крепится просто садится это я посадил которое без этого без ограничения было вот там вот видно между крюльчаткой и валом еще остается щель винты видите вот вот этот срез сбоку на видео конечно плохо здесь контраст видно он нужен для того чтобы вот этот вот эти винты не задевать ладно давайте включим посмотрим ну так скажем на бумажке конечно так особо не видно разницы потому что ну здесь не приложить очень сложно чтобы она дула но она дует сильнее она даже когда включаешь сразу видно как пуль полетел так что она тяга то явно сильнее ну тут и не удивительно потому что одну все-таки одна она конечно совсем позорненько с этой стороны такое ощущение что китайцы зубами выгрызали тот по заводскому так сделан вот эти углы она видимо была изначально прямая сделана просто они ее то ли обламывали то ли срезали чем-то так сделано смотрите то есть это по заводскому так сделано вообще конечно молодец то есть он ни откуда их не брал он сам их ну как бы нарисовал сам их спроектировал так что ну довольно таки круто получается я так понял что но я за него конечно говорить не буду это уж он но если я на него ссылки оставлю то сами у него спросите это понял что он хочет их делать на продажу ну в принципе так чтобы немножко увеличить охлаждение двигателя я думаю вполне будут они работать но охлаждаться он явно будет получше потому что дует конкретно покруче конечно сейчас проверять не особо некогда потому что ну летом не там другие работы я точить то особо не точу так что это я уж потом зимой увижу насколько это будет эффективнее хотя если честно и раньше это особо никогда температуру не замерял так это есть знаете пол дня точишь руку прикладываешь ну чувствую что уже ну реально там нагрелся ну тогда уж прекращу там пойду на обед прихожу и дальше точу ну или в крайнем случае я показывал меня там есть с улицы приточная труба я с вентилятором я сюда ставлю охлаждаю ну по крайне мере они работают а проверить на карете 71 тут кстати заводская смотрится намного лучше чем на том как бы так посолиднее здесь крепится через болтик немножко бедно это родная сайте тоже бьет это потому что ведь вот у одной если посмотреть у у него все вот это отверстие овальное эти овал вместо круга ну или сами понимаете там всякие от 3d печати облой из-за него конечно идеально ровно не встает ну так же давно еще больше бил что это не страшно опа лопилки сейчас буду полдня искать вращается ни за что не цепляется давайте включим посмотрим ну дует оттуда по крайней мере будет всякую пыль внутрь сосать ну вот теперь будет вся пыль сосать еще более активно чем раньше ну ладно это так ну вообще конечно еще раз повторюсь молодец он как бы это так-то по идее он с моих слов это полностью напечатал ну я имею ду по размерам него естественно такого станка нету и размеров он не знает я ему сказал диаметр хвала какое расстояние вот здесь вот должно быть какое отверстие и он ведь его это все сам как бы начертил получается так что если он будет это на продажу делать так по идее ну двигатели то разные бывают он на любой двигатель может сделать и не только на токарный станок у меня вот например есть универсальные станки китайские там двигатель тоже синхронный на 2 и 2 что ли киловатта или два с половиной ну короче говоря там тоже они более минимум корпусе но на жаре греются очень сильно то есть у кого такие универсальные станки есть ему точно вот кричатку есть смысл там поменять у многих они горят потому что температуры тут много работает на них еще как презент вложил мне такую штучку с логотипом даже 2 ну тоже видимо из этого же материала мне здесь особенно понравилось так ну прикольно то что ну не знаю на камере будет видно нет там внутри рисунок знаете такое бывает стекло с 3d эффектом то есть когда обратная сторона делается с определенным матовым рисунком который когда смотришь с лицевой стороны с лицевой стороны прозрачное стекло с обратной стороны матовое и рисунок этот виден здесь также вот если присмотреться там такой зигзаг идет внутри то есть так прикольно особенно это вот на прозрачном видите как прикольно так наружность слой он прозрачный а внутренне он матовый видно зигзаг это понимаю что это тоже 3d принтер если я не ошибаюсь но это александр напишет если что выглядит прикольно вот этот материал точно пойдет на какие-нибудь знаете ну там копировальные втулки делать или какие-то еще какие-то вещи такие серьезные прикольные он такой твердый как орг стекло такое ладно александру спасибо ссылку если что я на него там оставлю будет он это на продажу делать нет если что у него спросите если кому-то что-то заинтересовало на этом все всем пока